Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись Лебри Вокса является общественным достоянием. Евгений Боротынский. Стихи 1826 года. Срамец, срамец все шепчут. Вот известие. Эх, не тужи. Уж это мой расчет. Подписчики мне платят за бесчестие. Эпиграмма. Не трогайте парнатского пера, Не трогайте пригожие вострушки. Красавицам немного в нем добра. И им амур другие дал игрушки. Любовь ли вам оставить в забытии Для жалких рифм? Над рифмами смеются, Уносят их литийские струи, На пальчиках чернила остаются. Наяда. Есть грот. Наяда там в полдневные часы, Дремоте придает усталые красы. И часто вижу я, как нимфа молодая, На ложе лиственном покоится ногая, На руку белую под говор ключевой, Склоняясь челом, венчанным осокой. Откуда взял Василий непотешный Потешного Буянова? Хитрец, К лукавому прибег с мольбой угрешной. Я твой сказал, но будь родной отец, Но помоги. Плодятся без усилия, Горят, кипят задорные стихи, И складные страницы у Василия Являются в тетрадях чепухи. Хотите знать все таинства любви? Послушайте девицу пожилую, Какой огонь она родит в крови, Какую власть дарует поцелую, Какой язык пылающий мочам, Как миг один рассудок побеждает. По пальцам все она расскажет Вам. Уже ли все она по пальцам знает? В альбом Перелетай к веселью от веселья, Как от цветка бежит к цветку дитя. Не успевай за суетой безделья, Задуматься, подумать и шутя, Пускай тебя к Каринам не причислят. Играй, мой друг, играй и верь мне в том, Что многие о милой Лизе мыслят, Когда она не мыслит ни о чем. Эпиграмма А как чонная летунья, Эпиграмма хохотунья, Эпиграмма ягоза, Трется, вьется средь народа, И завидит лишь урода, Разм вцепится в глаза. Эпиграмма Ты ропщишь, важный журналист, На наше модное маранье, Все та же песня, ветросвист, Листов древесных увядания. Понятно нам твое страдание, И без того освистан ты, И так подвалов достояния, Родясь к нею твои листы. Эпиграмма Везде бронит поэт Клеон Мою хорошенькую музу, Все обернуть умеет он В бесславье нашему союзу. Морочит добрых он людей, А слыть красоточки моей У них негодница и обидна. Поэт Клеон смешной злодей, Ему же после будет стыдно. Как сладить с глупостью глупца, Ему в попад не скажешь слова, Другого проще он с лица, Но мудренее в житье другого. Он всем превратно поражен, И все на выворот он видит, И бестолково любит он, И бестолково ненавидит. Эпиграмма Свои стишки тащов пиит, Покроем пушки на кроит, Но славы громкой не получит, И я котенка вижу в нем, Который право не путем, Но голос лебедя мяучит. К. Не бойся едких осуждений, Но упоительных похвал, Не раз в чуду их мощный гений Сном расслаблений засыпал. Когда, доверясь их измене, Уже готов у моды ты Взять на венок своей камень Ее тофтяные цветы. Прости, я громко негодую, Прости, наставник и пророк, Сукорезно указую Тебе на лавровый венок. Когда по ребрам крепко стиснут Пегас удалым седоком, Не горя, ежели прихлыстнут Его критическим хлыстом. В альбом Когда б избрать возможно было мне, Хоть, например, любую долю в мире, Я б не хотел быть славным на войне, Я б не хотел играть на громкой лире, Я зла-то бы себе не пожелал, Но благо все нашит в одном предмете, То дайте мне, богам бы я сказал, Чем я могу любезным быть лилите. Случай Вчера ненастливая ночь Меня застала у лилеты. Остаться ли мне, идти ли прочь, Между нами долго шли советы. Но в чашу светлого вина, Налив с улыбкой лукавой, Послушай, — молвила она, — Вино, советник, самый здравый. Я пил, на что ж решился я Благим внушением полной чаши, Побрел по слякости друзья, И до зари сидел у Паши. Камуру Переменяют годы нас, И с нами вместе наши нравы, От всей души люблю я вас, Но ваши чужды мне забавы. Уж вакху, венчанный плющом, Со мной по улицам не бродит, И к вашим нимфам вечерком Меня шатаясь не заводит. К весельчакам я запер дверь, Я присвящен их буйным счастьем, И заменил его теперь Престойным тихим сладострастием. В полу начальном дней младых Неодолимы наши страсти, Проказим мы, но мы у них, Не у себя тогда во власти. В своей отваге, молодой, Товарищ ваш блажил довольна, Не видит он нужды большой Вновь субосбродить добровольно. Кву Ответ Чтоб очаровывать сердца, Чтоб возбуждать рукоплесканье, Я слышал, будто для певца Всего нужнее дарования. Путей к Парнасу много есть, Зевоту можно произвесть Поэмой длинной, громкой одой, И в век того не приобресть, Чего нам не дано природой. Когда старик Анакрион, Сын верной неги и прохлады, Веселый пел амфоров звон, И сердцу памятные взгляды, Вслед за толпой младых забав, Богиней песней миновав, Певцов усерднейших и лады, Ему внимать из-под тишка С вершины пинда поспешали, И балагура старика венком Бессмертия увенчали. Так своенравно Аполлон Нам раздает свои награды. Другому богу Геликон Отдать хотелось бы с досады. Напрасно до поту лица О славе Фофанов хлопочет. Ему отказан дар певца, Трудится он, а феб хохочет. Меж тем, даря веселью дни, Едва ли батюшка в парни О прихотливой вспоминали, И что ж, нечаянно они ее В цитере повстречали. Пленен ли Хлои, дафный ты, Возьми тибулову цивницу, Воспой победы красоты, Воспой души своей царицу. Когда же любишь стук мечей, С высокой музою Амира, Пускай поет вражды царей Твоя воинственная лира. Равны все музы красотой, И сходство их в одной одежде. Старайся нравиться любой, Но помолися фебу прежде. Конец стихов 1826 года. Читала Ксениум 5. Санкт-Петербург. Февраль 2015 года.